В этом видео, ребят, я вам расскажу, как правильно зарегистрироваться в Interactive Brokers, потому что то, что я видел на YouTube, рассказывают про регистрацию, как будто ребята, которые не торгуют профессионально в Interactive Brokers, потому что там есть очень важные нюансы, о которых они даже близко не упоминают. А у вас может быть профессиональный счет, и вы будете платить огромные комиссии. Вот чтобы этого не было, и чтобы вам очень легко зарегистрировали счет, смотрите это видео. Значит, первое, вы переходите по ссылке, которая прикреплена к этому видео, переключаете русский язык и начинаем заполнять форму. Банально, адрес электронной почты, имя пользователя, это ваш логин, пароль и страна, естественно, выбираем Россия. Нажимаем «Создать счет». Теперь мы должны подтвердить нашу электронную почту. Переходим, проверяем и переходим по ссылке, которую прислал Interactive Brokers. Следующим шагом воссоздался ваш личный кабинет, мы заходим под логином и паролем. Далее, ребят, мы с вами регистрируемся как частное лицо. Нажимаем «Выбрать» и язык ввода выбираем русский. Нажимаем «Начать заполнение». Банально заполняем наше ФИО и адрес, на русском, потом на английском. Значит, выбираем обращение «Мистер», имя, отчество, фамилия. Далее указываем европейское имя. Что такое европейское имя? Так, как у вас указано в загранпаспорте. Переходим к адресу и указываем наш мобильный телефон. Личная информация. Дата рождения в формате год, месяц, день. Семейное положение. Ребят, заполняйте всю форму так, как в реальности есть, потому что вас могут запросить подтвердить тот или иной документ, поэтому не врите. Страна налогообложения, Россия, ИНН. Значит, страна выдачи документа. Теперь у нас идентификация. Мы выбираем национальный российский паспорт. Теперь переходим к заполнению трудовой деятельности. Повторяю еще раз, указывайте то, кем вы являетесь. Например, укажем «самозанятый», как будто фрилансер. Полное название. ИП, Иванов, Ивановский. Адрес. Если вы ИП, если вы фрилансер, вы указываете ваш домашний адрес. Сфера деятельности. Тем, чем вы занимаетесь. Опять же, вы можете быть фрилансером без вопросов. Источники благосостояния. Указывайте так, как есть. Возможно, какое-то есть наследство. Доход от рыночных операций. Имущество. Заработная плата. Все, выбирайте то, что у вас есть. Значит, информацию о счете я рекомендую открывать именно в долларах. Все расчеты будут в долларах. Никакой головной боли у вас не будет. Покупать валюту, естественно, вы точно так же сможете. Оставляем USD. И нажимаем «Продолжить». Теперь подтверждаем наш мобильный номер телефона. Следующий шаг – настройка торгового счета. Обязательно я рекомендую маржевый. Потому что все, кто создает наличные, потом обязательно под тем или иным предлогом переходят на маржевый. Чтобы у вас было плечо и для опционов, и для акций. Доход и капитал, ребят. Указывайте так, как есть. Я видел много видео, где рассказывается «Укажите такой-то, такой доход». Нет, вас могут запросить это все документы. Поэтому указывайте так, как у вас в реальности. И далее инвестиционные цели. Теперь рост хеджирования. Оно понятно. Вот эти галочки, они взаимно исключают друг друга. Значит, если вы хотите торговать опционами, вам обязательно нужно выбрать «Прибыль от активной торговли и спекуляции». Если вы безопасно, вам хватит только акций, вы можете нажать «Сохранение капитала». Я указываю «Прибыль от активной торговли». Теперь переходим к настройкам. Если вы хотите торговать опционами, вы нажимаете вот тут «Добавить». Нажимаете «Соединенные Штаты». Потому что мы будем с вами торговать только США. Зачем нам другие опционы? Указываем опыт 5 лет. Число сделок более 100. Выберите уровень знаний, хорошее знание. По акциям указываем опыт 3 года. Число сделок более 100. Выберите знания, хорошее знание. Все. Если вам нужны какие-то дополнительные фьючерсы и так далее, валюта у вас уже по умолчанию будет. Но это тот самый минимум, который нам необходим. Нажимаю «Продолжить». На следующей странице нам нужно банально подписать соглашение. У США и у России, слава богу, есть соглашение о том, чтобы с нас не взимали налог и там, и там. Поэтому вот это соглашение мы должны подписать, и мы будем спокойно платить налоги самостоятельно в России. Значит, я подтверждаю, что являясь резидентом указанной ниже страны, выбираем «Россия». Далее мы подтверждаем все то, что мы указали выше. Да, согласен. Да, я подтверждаю, что все это правильно. И ставим нашу подпись. Что такое подпись? Это ваши инициалы. Вот как тут указано. Дмитрий С. Сергеев. Также вы должны указывать. И нажимаем «Продолжить». Теперь мы в очередной раз подписываем соглашение и отправляем его уже на проверку. Нажимаем «Продолжить». Наша текстовая заявка, ребят, отправлена. Теперь что вам нужно сделать? Первое. ИБ предлагает зафинансировать счет. То есть вы можете перевести какую-то сумму 500 долларов, 100 долларов, 1000 долларов. Тогда ваша заявка будет в приоритете, ее будут рассматривать быстрее. Это плюс и никаких минусов в принципе нет. То есть не нужно переживать, что вам не вернут эти деньги. Interactive Brokers один из самых надежных брокеров. Если вы хотите пополнить, вы нажимаете «Финансирование счета», переводите SWIFT платежом. Что делать, если вы не знаете, как перевести деньги? Вы скачиваете вот эту платежную форму, отдаете вашему помощнику в Тинькофф, вашему оператору, и он делает все за вас. Следующим шагом, ребят, обновите страницу, и у вас появится то, что вам нужно прикрепить. Те документы, которые нужно прикрепить. Я обновил страницу. Вот то, что требует от меня брокер. Подтвердить адрес проживания. Это может быть выписка с вашего банковского счета Тинькофф с синей печати, то, что они постоянно рассылают. Вы нажимаете «Бэнк стейтмент» и прикрепляете все это тут. Далее прикрепляем наш паспорт. Все, мы выполнили все то, что требовало от нас Interactive Brokers на первом этапе. Но следующим шагом вам нужно заходить и периодически проверять статус этой заявки, потому что могут всплывать какие-то формы новые, либо какой-то вопрос от службы поддержки. То есть они будут запрашивать какие-то документы. Возможно. Значит, периодически, ребят, чтобы ускорить эту заявку, вы можете пинговать техподдержку. Вы нажимаете вот тут вот «Помощь». Нажимаете «Другие виды помощи». И вот тут вы на английском в online-чате, либо в центре сообщения, не знаю, на русском, на английском, пишите им «Пожалуйста, проверьте мой аккаунт быстрее, я готов пополнить, я хочу пополнить» и так далее. Каждый день им напоминаете и так далее. Значит, что делать, если вы потеряли страницу этой заявки? Ничего страшного в этом нет. Вы переходите на главную страницу, нажимаете «Логин» и авторизируетесь под тем логином и паролем, который вы указали. Теперь, ребят, очень важные нюансы. После того, как вам зарегистрировали аккаунт, что нужно сделать? Если вам все успешно одобрили, вы попадаете в ваш личный кабинет. Вы нажимаете на ваше имя, переходите в «Настройки». И вот тут вот важные пункты, которые любой профессионал должен знать о них. Первое, выбираем наш счет, если выбор такой будет. Далее, проверяем следующие шаги. Тип счета «Маржевый» — «Окей». Базовая валюта «USD» — «Отлично». Тарифный план ABKR PRO акции TIRAT. Значит, переходим в тарифный план. Что это означает? Значит, TIRAT рекомендуется для портфелей до 100 тысяч долларов. Вот такая у вас будет низкая комиссия. Если от 100 тысяч долларов, вам лучше использовать фикс тариф. Вам будет дешевле. Вот и вся простая разница. Для небольших портфелей используем TIRAT. Возвращаемся обратно в «Настройки». Теперь нажимаем «Подписка на рыночные данные». И в первую очередь смотрим, чтобы у вас был непрофессиональный счет. Вы не поверите, когда я открывал «Настройки Брокерс» много лет назад, мне по умолчанию открыли профессионал. Когда у вас профессиональный счет, у вас совершенно другие комиссии, совершенно другие требования к вашему счету. То есть вы будете платить гораздо больше. Непрофессионал. Следующим шагом покупаем подписки, которые нам необходимы. Ребят, вот это самый минимум, который вам нужен, чтобы торговать опционами и акцией. У вас тут не будет доступа для торговли, например, какими-то ETF-ами с плечом. Но если они вам нужны дополнительно, либо доступ к какой-то необычной акции, то вы просто пишете в поддержку, в техподдержку через тикеты и говорите, «Я хочу купить эту акцию, какая мне минимальная подписка нужна». На английском, на русском можете переводить им через Google Translate. Собственно, на этом и все, ребят. Дальше вы скачиваете терминал «Настройки Брокерс», и вы знакомитесь с этой мощной машиной по зарабатыванию денег. Теперь по срокам, ребят. Мне открывали где-то в целом за 7 рабочих дней новый счет. Вот недавно открывали супруги, открывали 7 дней. На курсе постоянно регистрируются. Даже сейчас с условием санкциями огромное количество ребят из России с российским паспортом регистрируют портфель. Регистрируют, в принципе, вы его можете как на российский паспорт, так и на загранпаспорт. Главное, чтобы у вас было полное сходство с теми данными, которые вы указываете, чтобы в случае каких-то проблем вы могли просто предъявить и отправить эту копию, свою фотографию с этим паспортом. На этом все, ребят. Всем отличной торговли! Субтитры сделал DimaTorzok